Всем доброго дня! Это третья часть интервью с Эдуардом. В этой части мы уже больше касаемся видео, которое как-то требовало обсуждения у нас на канале, поскольку было много вопросов к Эдуарду, и на его канале ему писали тоже ряд целых вопросов и каких-то претензий и так далее. Вот в этой части мы по крайней мере касаемся вот этого видео, которое было неоднозначно так достаточно воспринято общественностью, но касаемся и массы других вопросов. Ссылки на обсуждаемые видео внизу в описании, они же являются ссылками на канал Эдуарда. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, почаще заходить на этот канал, на канал Эдуарда, и хорошего вам просмотра. И не забываем подписываться в Телеграм. Ну то есть, да, в общем, я так понимаю, что все-таки перспектива изучения русского языка в мире уже практически никакая. Да, ну, это понятно. Это понятно, вполне объяснимо, да. Окей, ясно. Можем мы сейчас перейти к видео, о котором вот мы говорили, да. Смотрите, я сейчас перечислю какие-то упреки, которые звучали в ваш адрес в связи с этим видео. Очень прошу не персонализировать эти упреки. Да, это не от меня идет, но это просто то, что я видел, то, что люди писали и так далее. Значит, первый был упрек в том, что это постановочное. Второй был упрек в том, что ваш партнер действовал медленнее, а вы действовали быстрее. Следующий был упрек в том, что это вообще был не спарринг. Ну, как бы, даже не постановочный спарринг, а заранее обговоренная просто вот тема и все. И вот так вот. Вот такие вот были упреки. Вот что вы могли бы сейчас вот более подробно, у вас есть возможность совершенно вот свободно и подробно об этом вот это пояснить? Ну, то, что это не постановочный спарринг, это я объяснял пояснение к моему спаррингу в втором видео. Я, в принципе, там подробно все разбирал. Вот. Это была, как сказать, часть, какая-то одна идея. Вот небольшая дистанция. Вот вначале я говорил, вот ты на меня как-то нападай с дальней дистанции. Я там провожу удар ногой, вот вхожу в него. Потом я ему говорю, теперь поближе дистанция, дистанция кулака. То есть он бил, я не знал, как он будет бить какие-то удары. Я знал, на меня что-то идет. Вот. Вот это главное пояснение. Это главное пояснение, которое не прозвучало на самом деле там в вашем пояснительном видео. Вернее, прозвучало. Там была одна фраза об этом. Но в целом именно этого не услышали и не увидели. Те, кто... Или не хотели. Или не хотели, да. Или не хотели, да. То есть вот самый важный момент, наверное, на который надо акцентировать внимание зрителей, это что на самом деле не было договоренности по деталям и по темпу. И еще было только от вас предложение работать. Вот давай попробуем на такой-то дистанции. Давай попробуем с такой-то дистанции. Для того, чтобы вот вы поясните, почему это было важно. Почему нужно было обговорить эту дистанцию? Что вы хотели этим продемонстрировать? Ну, потому что я хотел показать одну ситуацию. Вот в этой ситуации у меня дальняя и средняя дистанция. То есть более близкая дистанция. Мы, например, проводили спарринги такие, когда стоишь буквально 50 см друг от друга, вот так ты до него дотягиваешься, не вытянута рукой. Вот одна нога спереди и без вот этих спортивных разных танцев, как я их называю, над руки здесь, и твой противник сидит вот так вот. И один неожиданно бьет. Вот буквально вот в такой дистанции. Этого я не показывал. Я не показывал, если противник сбоку подбегает, где-то запрыгивает, захват какой-то делает. Это очень много вариантов ручного спарринга. А тут я именно показал, вот, например, на меня идет противник, я действую так. То есть я сокращаю дистанцию, работаю на опережение. Вот в прошлом стриме, там этот, как его, Хома Хомяков написал, ваш спарринг сомнительный, вы быстрее работаете, чем ваш спарринг на парне. Да, да. Это самый большой комплимент для меня, по идее. Потому что я работаю на опережение. Какой смысл мне ждать, пока придет удар, отразить его и потом действовать. То есть на меня что-то идет. Я уже не подразделяю. Рука, нога или что? Что-то на меня двигается. Я иду вперед, навожу руками, ногами мосты, а потом, как противник, куда он там подойдет, я делаю там или бонксово, или танцово, там уже это самое. И также там я старался на спарринге показать обход с фланга. Есть место, он бьет довольно-таки узкие удары, я обхожу его с фланга. Если я в узком месте, прижатый в угол, например, и он сидит вот так широко, у меня просто нет физической возможности обойти его с фланга. Значит, я иду вперед. Это другая идея, я вообще не показывал. А то, что, как Хомя Хомяков сказал, ваш спарринг сомнительный, это комплимент. Потому что я старался работать на опережение. То есть противник замахивается до того, как он выпрямил руку, пока мне он не попал, я уже иду, контролирую руки и пресекаю атаку. Этого спортсмены не понимают или просто некоторые не хотят понять. Меня часто критиковали. Вот боксеры там попадают на улице. Я пару видео выпускал. Я говорю, во-первых, бокс, я бы сказал, я сам бывший боксер, процентов на 50 работают. Они неплохо работают руками, неплохо. Но удары у боксеров неэкономичные, они энергозатратные. Вот эта траектория ударя, вот этот удар и вот этот, это я все подробно рассматривал в моих видео. Боксеры по привычке бьют кулаком в голову, ломают руки себе. Я сам один раз, правда, выбил костяшку, вот так слегка. У меня друзья-боксеры, сколько они дрались. Но они постоянно руки все ломали. На уровне КМС по боксу тяжелый вес, у него каждые пару лет руки сломали. Тому заедет, тому заедет. И опять идет на улицу и опять ломает руки. Вот. И вот это вот все, что... Один был комментарий, значит, из моих критиков. Это все не работает, если я, вот этот такой спарень, если я буду быстро двигаться по спортивному. Где ты будешь двигаться по спортивному, когда драка начинается резко вот так вот? Я сам еще в советские времена ходил в Дом культуры на танце. У меня был друг Игорь, боксер. У него где-то он боксер на уровне второго разряда, он даже перворазрядником, мастером не был. Вот он идет, а что, мне 17, ему 16. Я-то мердный был такой, я больше девчонками интересовался, а он на танцы шел подраться. Вот он проходит, толкает кого-то плечом. Ты что толкаешь? Тресь в морду. Какой тут, какая, это, как мобильный, спортивный, скоростной режим, где он? Он бьет кому-то, руку себя добьет, или прикури сигарету, руки отбит, а потом прикурить не может. Какая, какая мобильность, какой вот это самое, как сказать, спортивный режим, скоростной, но нету этого. Вот я в последнем видео, я скинул ссылка, там уличный бокс, есть такая ссылка. Я случайно на него наткнулся, боксеры говорят тоже, что я их говорю. Он один говорит, если я дерусь на улице, говорит, я попал ему в лог противника. Его увозят в больницу с отрясением мозга, меня увозят в больницу со сломанной рукой. Да, да, да. Вот, у меня даже где-то есть видео, советую уличным боксерам, где я маленько эту тему трагулю. Потом сам боксер один стоит, говорит, самый удар такой неожиданный, это висячая рука от жопы, так он говорит. Вот он стоит, бам, бьет, говорит. Потому что, говорит, если я встану в стойку, начиная с ним боксоваться, вот этот обмен ударами, это еще кто кого завалит. А так фактор неожиданности, вот он стоит снизу, у него рука влетает, бум, человек лежит. Все. Как какие вот эти вот... Если человек встал, вот так руки поднял, он посылает телеграмму, я иду, я нападаю на тебя, предупрежден, значит вооружен. Вот это, ну, некоторые как-то соглашаются, а некоторые вообще, нет, не может такого быть. Он спорт рулит. Ну ладно, что ли? Ну да. То есть, иными словами, возвращаясь к этой претензии к вам, мы, наверное, должны еще вот подвести какой-то итог вот тому, что вы сказали. Значит, не было с самого начала, не было никакого ограничения по скорости. Ваш партнер имел полное право действовать, как он хочет и в любом скоростном режиме. Да, чтобы просто мы сразу ответили на вот эту вот, на эту претензию, как бы, да, и в данном случае, если какая-то претензия и возможна, то тогда получается не к вам, а к вашему партнеру тогда. Только вот единственное, что мы можем сказать, так? Да. Не было никакой договоренности, я говорю, просто мы с этой дистанцией нападаем на меня. Конечно, он стал впереди меня, какие-то боковые удары что-то не мог бить, потому что это была другая дистанция. Это один пример. Вот такая дистанция, так на такой дистанции работает. Если бы стал сплотною ко мне, бил боковые, я бы там работал по-другому. Там есть момент, где он, типа, вот этот удар легкий, как они называют их, удар к бедру, он там, он, как бы, делает. Я просто вхожу, я там это тоже разбираю, я просто вхожу, я ухожу от этого удара снизу. То есть, какие-то удары на такой дистанции, но, как получается, по дистанции можно бить только прямые. Вот. Это одна часть, составная часть здесь большой картины, вот это, разного спарринга. Если мне не верят, ну, я объяснил. И что, интересно было, что меня критиковали, 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 ладно, мужики, вы меня критикуете. Это не работает, ладно? Снимите, что не работает. Снимите видео, покажите не спортивные танцы, а уличные вот такой, более-менее такой будет. Никто не снял. Я это пару раз писал в комментариях, потом в другом видео я озвучил, я говорю, мужики, где ваши спарринги? Вы только языком чешете, а вы покажите, что вы можете. Никто это мне сделает, потом там один обиделся, вот он перешел на оскорбление. Какие оскорбления? Я вам предложил, несколько раз написал, озвучил это все. Никто ничего не скинул, на словах все герои, никто никакого спарринга не скинул. Совершенно верно, я с вами согласен, потому что выразить какое-то критическое и негативное мнение по любому поводу мы можем, вообще по любому. По совершенно очевидному поводу, я не знаю, обсуждая вопросы, которые всем абсолютно известны, даже в этом случае мы можем выступить категорично против. Но это же не значит, что наше мнение вообще хоть что-нибудь весит, правда? Без того, чтобы мы представили какое-то свое решение, например, этой ситуации, правильно? Да, то есть иначе это превращается в какой-то детский сад, когда там, я не знаю, один в другого плюнул, этот в него плюнул, и начинается какая-то возня просто детская. Совершенно согласен, да. То есть для того, чтобы выступить против чего-то, надо предложить свое решение. Вот я считаю, что это не работает, потому что, а вот я это решаю вот таким вот образом, например, да. Совершенно с вами согласен, да, совершенно верно. А вот вы скажите тогда, сразу возникает идея, вернее, вопрос такой возникает, какова идея вашего канала, вот для чего он существует? Чтобы сразу просто тоже пресечь массу каких-то, не знаю, толков, претензий там или еще чего-то. Я люблю пообщаться с людьми, обменяться, значит, мнением, опытом. И этот канал просто у меня он как хобби, потому что у меня времени-то не хватает и нет реального такого условия, чтобы с реальным напарником реально что-то снять. И потому что на просторах интернета часто вот начинается вот это, вот бокс рулит, там ММА рулит и все такое. Но я не против спорта, можно заниматься любым спортивным единоборством, но сама стратегия и тактика поведения на улице должна быть другая. Пускай любой, кто занимается хоть чем, пускай он работает у себя там в спортзальных соревнованиях, но на улице, пусть он практикует на тренировках вот такой спонтанный спарринг. Вот. Я просто доношу свое мнение, потому что большинство все-таки спортсменов не соглашается со мной с спортсменами. И я высказываю свое мнение. Я у меня у самого был разный опыт, я и дрался, и получал иногда, и давал кому-то, и тут инсидент, и все это. Просто хочу людям помочь чисто вот так, разобраться в ситуации. То есть это вот действительно в качестве, как бы это сказать, такого вот желания помочь, желания что-то поделиться своим опытом. И вот тут вот сразу, знаете, вот к любому блогеру всегда возникает такая вот претензия. Да ты же зарабатываешь этим. Вот ты же сделал. Да, вот вы ответьте на этот вопрос, пожалуйста. Вот скажите, возможно ли таким образом заработать, и имеете ли вы хоть одну копейку со своего канала? У меня 74 подписи, ты какой там заработок видишь? Это блогеры миллиончики, они что-то зарабатывают. И они каждый день скидывают какие-то там видео профессиональные. Да, я вообще это не зарабатываю. Да ни копейки. На этом канале я в жизни никогда ни копейки не зарабатываю. Просто я подделю своим личным опытом жизненным, и чтобы люди не повторяли, скажем, чужихи моих ошибок. Вот, то есть главная миссия или такая цель вот все-таки канала, это действительно не повторяйте ошибок. Или там не делайте ошибок, да, не совершайте ошибок. Я понял. Вот это вот очень важный момент, потому что все-таки согласитесь, в Ютубе так много каналов, которые, ну, во-первых, ни о чем, например. Не только боевых, вообще в принципе. Во-вторых, каналов, которые построены исключительно на меркантильном каком-то таком вот смысле, да, неважно каким образом, неважно чем, нужно очень много подписчиков. За это мне там реклама будет, за рекламу будет сыпаться, плюс люди будут донатировать что-то, да, и так далее. И я буду как бы вот так вот жить на это дело. Мы понимаем, что, во-первых, да, вы правильно сказали, что для этого нужно быть человеком, осыпанным миллионом подписчиков, как минимум. И из этого миллиона еще смотреть будут всего там 100 тысяч, дай бог. И только с этих 100 тысяч, может быть, какие-то деньги и пойдут, по сути. Вот, это просто для тех, кто не понимает, как работает Ютуб, для тех, кто не понимает, для чего делаются каналы. И существует большое количество каналов по самой разной тематике, не только по боевой, которые существуют вообще без всяких денег. Когда люди действительно делятся своим опытом, пытаются что-то, либо кому-то помочь, либо действительно просто поделиться своими знаниями какими-то и так далее. Это просто очень важный момент, потому что вот это вот, вот это обвинение в какой-то вот тоже меркантильности того, что вот блогер какой-то, вот он что-то сказал. Ага, значит, у него какая-то есть мысль, он сейчас на этом поднимет денег каких-то, он там снимает очередное видео. Ага, это видео, наверное, принесет ему какие-то деньги, чтобы люди понимали, что это вообще не так работает. И в таком контексте это не работает вообще. Для того, чтобы поднять свой канал, нужно, во-первых, заплатить достаточно много денег, причем хорошей компании, людям, которые правильно сделают накрутку, например, подписчиков. Да, потому что в противном случае YouTube это быстро зарубит и зарубит сам канал, например. Поэтому большинство людей не пользуются такими нечестными методами, не платят за раскрутку канала, потому что, ну, это просто чревато, во-первых. Во-вторых, это не особо нужно. Вот. Чтобы люди просто это понимали, что вы тоже это делаете, просто потому что вам есть что сказать с точки зрения боевой. Ну, вот, например, один написал в комментариях, что у него есть друг, который занимался в спортзале, ходил на дискотеку и отхватывал постоянно. Вот парень придет в бокс, вот ему скажешь, вот это работает. Он этим работает, у него дискотеку, там все по-другому отхватывает. Ну, ладно, он отхватил раз, сингал, два, сингал. А если его покалечат? А если, не дай бог, что-то он там в этом, в кресле в инвалидном останется? И вот таким людям я просто советую, ребята, занимайтесь за спортом на здоровье. Но еще для улицы немного это делайте все по-другому. Нет у вас секции винтюн. Вы живете в поселке, у вас одна секция бокса только там. Занимайтесь боксом на здоровье. Но смотрите, например, вот я показываю пару примеров, как это все примерно сделать. Поэтому я еще все время советую смотреть канал Валерия Крючкова. Там оборонная система стрела, потом и звор Михаила Грудева. И у них еще там третий есть, Денис Рявозов. Но он больше по-филиппинке, по-ношему, он будет. Вот они показывают реальную тренировку для уличных условий. Они, в принципе, делают то же, что и я. Правда, по технике немного там другие технические нюансы. Я без понтов, без вас соства могу сказать, что кое-какие техники, именно техники, я бы сделал получше. Эффективнее, более-менее амплитудные, более такие. Но сама идея, вот это вот, спонтанный спарринг, вот уход с линии атаки, вот пресечение ударов, вот это все, значит. Я с ними полностью согласен. Они как бы по принципу венчун тоже работают, но в технику у них чуть другая. И с Михаилом Грудевым, например, я в Одноклассниках ВКонтакте, значит, мы так немного переписываемся. У Дениса Рявозова, он тренирует там ОМОН, спецназ, разные телохранители, ножевик. Он приезжал к нам в Германию со своим партнером. Я случайно попал на этот семинар, разговорился, говорю, что, ребята, у нас тут система какая-то, как-то, что? Они говорят, да нет, ну это, в принципе, Ряузов Денисов занимался кадрочником системы. Потом он, ну это не очень такая рабочая система, он потом перешел в Филипинку. Он говорит, да у нас Филипинка, ну просто, ну как с Россией система, Филипинка. И они, вот я смотрю по видео, они ездят по это самое, по разным городам, делают семинары на выходные. Вот они говорят, это очень интересно все. Всем советую на эти каналы подписаться, значит, посмотреть, как они работают. Они имеют в виду то же, что я имею в виду, но у них технические возможности более широкие. В смысле, в смысле технические возможности? Оборудование, зал? Оборудование, зал, разные там это самое. Я все это снимаю в таких кустарных условиях у меня в комнате. Вот. А они там, несколько камер, они это монтируют, все, у них там разные семинары, вот это все подробно объясняют. Ребята, смотрите их канал. Если кто-то живет в России, значит, Денис Ряузов, Михаил Грудев и Валерий Ключков, сам оборудован стрела. Как-то с ними контакт наведите, как-то идите к ним на тренировки. Я просто советую это от души, потому что они там показывают многие, в принципе, венчун, но с техниками бокса или что-то вот такое, удары, у них сами техники чуть другие. А я бы с ними с удовольствием пообщался, вот я с Денисом, с его напарником, немного так общался в Германии. Но кое-какие моменты, скажем, для меня спорные, я их не буду критиковать, я бы кое-что сделал по-другому, но я за глаза не буду ничего говорить. Если бы я с ними напрямую общался как-то скромно, вот у меня на этом мнение, на такой вопрос такой мнение. Я никогда не говорю, вот этот делает неправильно, вот этот делает неправильно. Если мне какие-то вопросы, я говорю, вот в этой ситуации я сделал бы так, а вот смотрите, как вот есть такие эти блогеры, ты делаешь неправильно, именно ты, вот у дым-сю дым, это самое. Я когда выпустил видео обороны от палки, вот есть такой блогер Увей, который за многими спорит, вот, я на него тоже был подписан, а он мне написал, так не работает, обороны от защиты от палки. Я пишу ему, ладно, а как работает, сними видео. Вот в чем респект и увожу, хотя он единственный снял видео, он правда в это видео исказил все, что я показываю. Все поставил с ног на голову, я потом другое видео еще записал, комментарики увидел. Ну, он хотя бы единственный, вообще хоть что-то попробовал. Один-единственный, а так меня критикуют, критикуют, а ребята, где ваше видео? А нет, так я игру языком треплю, а что ты нас оскорбляешь? Вот все сводится к этому. Вот это, кстати, важный момент тоже, потому что действительно, я тоже замечаю, люди, которые выступают с критикой, очень остро воспринимают критику уже в свой адрес, да? То есть есть вот этот момент, что их действительно уже оскорбляют. Вот они как бы вынесли, вот они выстрадали это свое мнение, они его вот выложили, и тут хоп, и им прям по голове за это бьют. Вот такое вот ощущение у них возникает. То есть на самом деле, может быть, я не знаю, наше мнение, может быть, для них тоже не очень существенно, но, наверное, стоило бы, наверное, сказать о том, что, ребят, даже если ваше выстраданное мнение, там, вы как-то высказали, выложили, там, и так далее, не надо обижаться на то, что кто-то с вами не согласен, верно? Вы ведь тоже не соглашаетесь, да, с человеком, которым вы потекуете. Да, да. То есть здесь вот такой вот важный момент. Слушайте, а вот сразу вопрос такой провокационный на самом деле. Ваше отношение к джиткундо. Почему? Потому что, ну, мы все знаем, что Брюс Ли какое-то короткое время практиковал венчунь, потом, значит, внезапно он перерабатывает, переосмысливает свое отношение там к боевым каким-то навыкам, боевым практикам, и джиткундо у него появляется. И вот сразу, знаете, вот у последователей джиткундо всегда возникает такое вот мнение, ну, если Брюс Ли бросил венчунь, да, явно совершенно венчунь никуда не годится, а джиткундо – это такое вот детище правильное какое-то, вот оно вот вовремя, и вот все кругом были дураки там много-много веков, а джиткундо вот родилось прям как озарение такое с неба, и вот оно явно лучше. Вот ваше отношение? – У Брюс Ли были очень небольшие познания венчун. Он многого не знал вообще. Он занимался три года, и он, если взять, как мы сейчас занимаемся, он где-то на каком-то там ученическом уровне по арсеналу техник. Но он понял главное вот это вот – контратака, вход в противника, вот не сопротивляться силой, уход в линии атаки, но это понял. Но многие техники он не знал, поэтому он перенял много из бокса, из других-то, разных единоборств. И он еще встроил туда филиппинку. Вот это вот филиппинский вот этот, как у него напарник был? Дан Инозанто, или Инозанто, как это это? – Да-да-да. – Дан его зовут, или Дэн как-то. – Ага, да-да-да. – Это филиппинец, и Брюс Ли перенял, я бы сказал, это смесь такая филиппинки с венчунами, боксом. Вот скажите, скажите, что там от филиппинки тогда, чтобы люди понимали тоже, о чем мы говорим? – Ну, они, я в джидкум-то только не занимался, никогда только видел, но они тоже типа техники с оружием, без оружия, все это очень похоже. В венчуне тоже, в принципе, можно трансформировать все эти техники без оружия на технику с оружием. Вот у них что-то такое, у них самостойка, как вот в эскриме, что-то вот такое, одна нога спереди, вот правая рука спереди, вот этот удар. Ну, в принципе, я считаю, джин-куда работает настолько, насколько человек им владеет. – А вот этот, сразу по технике вопрос, а вот этот вот трэппинг, вот когда там перебирают руками, там проходят по рукам и так далее, это уже, как вы считаете, ближе к венчунь или к филиппинке ближе? – Не знаю, потому что с филиппинками, в принципе, там очень-то много общего. Вот если посмотреть Дениса Ряузова, да, вот этот, он ножевик, то, что он показывает, для меня кое-какие моменты спорные, но он это показывает с ножом, и я не специалист по ножу, я не знаю точно, будет это работать, на такой внешний взгляд, нет спорные такие моменты, когда он начинает делать, например, без ножа, он повторяет эти техники же без ножа, я бы сделал кое-что, я считаю, без понтов и хвастовства поэффективнее. И вот этот контроль рук и все такое, это, в принципе, есть даже, как его, Александр Плаксин, есть такой вот, он рапт, Russian Army Panactukan, как-то, Александр Плаксин, он надел филиппинку, да, и там же вот этот филиппинский бокс, и это, в принципе, это очень похоже на винчон, там даже вот эти удары, вот типа блок, факсо, что-то вот такое, это все очень, немного другие техники, немного другая стойка, но это все очень похоже на винчон, много общего, да. Я считаю, что это работает настолько, сколько освоил его сам боец, как он ведет себя на улице, или он начинает, встанет стойкой, говорит, нападай, или он резко идет вперед. Ну, думаю, это реальная система, да, работает. Но все-таки в сравнении с винчунем, я вот намеренно сказал, что это провокационный вопрос как раз, и вот мне было бы интересно, вот смотрите, вы четко, совершенно держитесь линией винчунь, у вас не было желания, например, заниматься джит-кундо, да, или не было возможности просто заниматься? Пока я винчун не знал, я уже читал книги в брусле, я думал, будет круто, но когда я познал винчун, то у меня нет желания. У них стойка, например, я бы не сказал, она идеальная. Открыт пах. Это вот у многих, вот со мной спорили даже, вот эта высокая стойка, вот эта боксерская, я это все рассказываю в своих видео, открыт пах. И на словах трудно объяснить, но в целом, да, скажем, в целом неплохо это работает, да. Но я считаю, без оружия винчун эффективнее. Хотя мы сейчас тоже отходим от классического винчуна, например, времен Ипмана. И те традиционщики, которые просто слепо копируют Ипмана, я на них смотрю, ну ладно ж, без комментариев. Тогда, во времена Ипмана, винчун не был вообще на таком уровне. Они работали по центральной линии, винчун против винчун все это работает. Но когда идут боковые боксерские удары, они против них не работали. И тут они были бы сильные. И у нас винчун уже более-менее такой разнообразный. Я уже не стою вот так, я просто стою как-то вот руки вот здесь у меня. То есть я могу и середину закрыть, я могу и в бок пойти как-то. И стойка у нас меняется не просто вес на задней ноге, а вес может быть и 70% на задней, 30% на передней, и может быть 50 на 50. И наш Сифу Кяншпехт ввел сейчас нас параллельно преподается Ильик Чуан, что я считаю помощь винчун. Ильик Чуан, это как вот это вот к тай-чи стилем. Он не такой прикладной, но с Ильик Чуаном можно перенять осознанную работу, вот это всего, взаимосвязь, взаимную работу всего тела. Это очень помогает.